Книга «Открытым оком», третий том, вопрос 988. «Расскажите, пожалуйста, о столбниках. Кто они такие и почему выбрали неевангельский путь спасения?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На этот вопрос легко отвечать человеку неправославному. Я отвечу словами Сусанны, зажатой насильниками. Книга пророка Даниила, 13 глава, 22-23 стихи. «Тогда застонала Сусанна и сказала, тесно мне отовсюду, ибо если я сделаю, то смерть мне, а если не сделаю, то не сбегу от рук ваших. Лучше для меня не сделайте это и впасть в руки ваши, нежели согрешите пред Господом». Согласно Слову Божию, это не только неевангельский путь, но вызывающий антиевангельский. Заповедь Христа по велению Духа Святого следующее. Марка, 16 глава, 15 стих. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. Между тем, рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. В нашей книге «К истинному православию» в главе о благовестии вы найдете пространный ответ на этот вопрос. Столкничество, затворничество и прочие виды подвижничества, связанные с уходом от благовестия миру, есть деятельный вызов Христову по велению. И в этом не прикрыта явлена ни любовь к Богу, ни любовь к Слову Божию и ни любовь к людям. Явное нарушение повеления Господня спасать мир через свидетельство о распятом воскрешен церковь стала прославлять. Подневоле вспомнишь великого инквизитора у Достоевского. Мы исправили твой подвиг. Ни одного столбника, очевидно, в руках не было Евангелия. По характеру и стойкости эти люди поражат воображение. Им бы только и быть разведчиками в других странах или миссионерами, не боящимися ни лишений, ни пыток. Но церковь их канонизировала, и я молюсь им, чтобы Бог послал благовестников России, чтобы они сами исправили свой подвиг, хотя бы и после своей смерти. Наши православные батюшки – это настоящие столбники, стоящие в алтаре. У них лопаются вины на ногах, у них как будто бы идет соревнование с невидимым врагом, кто кого перестоит. В случае с Елеем во времена Юлиана Отступника.